Начало рабочей недели в Видном ознаменовалось традиционными пробками. В утренние часы пик движение на кольцевой развязке улиц Школьной, Донбасской и Старногорной вчера оставляло желать лучшего, а сегодня утром транспортный поток там и вовсе был парализован. И прошедший снегопад здесь оказался совершенно ни при чем. Подробности далее. И раньше в этом месте приходилось частенько простаивать, но утро вторника побило все рекорды. Вот такую картину наблюдали на своих регистраторах многие автовладельцы. Случилось это потому, что маршрутные автобусы заблокировали въезд из тоннеля на улицу Тинькова. Естественно, что водители сделали это не по собственной воле. Давно здесь стоите? Час пятьдесят. Час пятьдесят? А что мешает проехать? Машину, Шкода. Ясно. А куда-то сообщили об этом? Ну да, звонили, диспетчеры и ГАИ вызвали. Из-за пробок и сотрудники ГБДД нескоро смогли пробраться к месту происшествия. И тут же направились к виновнику транспортного коллапса. Водитель автомобиля Шкода Фабия, видимо, так спешил на электричку, что припарковался, мягко говоря, не совсем корректно. Телефона под лобовым стеклом не было. Хозяина нашли с помощью базы ГИБДД. Водитель транспортного средства оставил автомобиль. Тем самым мешает проезду других транспортных средств. В данном случае автобусы не могут проехать. Он сейчас отсутствует. Сейчас находится в Москве. Через полтора часа хочет убрать свой автомобиль. После того, как в дело вмешались представители дорожной полиции, обстановка на дороге начала стабилизироваться. Автобусы отправлялись к станции, естественно, совершенно пустые. Даже те пассажиры, кто находился на кольце, предпочли добираться до станции пешком. Я сейчас иду пешком. Ну там, с круга, с видного. Ну как? Как коллапс? Что еще можно сказать? Для водителей автобусов отступление от маршрутной карты является серьезным нарушением. Кроме того, в данном случае это входит в противоречие с правилами дорожного движения. Разрешить возникшую ситуацию смогли только сотрудники ГИБДД. А почему вот проехать в ту сторону нельзя? Как? Там запрещено направо поворачивать. А вот сотрудники ГАИ, как я понимаю, делают указания? Ну, сейчас он сказал, что так, езжайте, поворачивайте. То есть можно будет делать, да? Ну, если ГАИ сказал, значит можно. Через 10 минут после прибытия сотрудников дорожной полиции ситуация нормализовалась. А вот у владельца транспортного средства будет повод еще раз проштудировать правила парковки. Сейчас вызван эвакуатор, и данный автомобиль будет эвакуирована специализирован на охраняемую стоянку. Какие-то санкции будут в отношении этого человека принять? Ну, конечно, премиум меры административной ответственности будет привлечен. Из-за нарушений правил парковки в районе станции Расторгуева часто происходят всевозможные инциденты. Но такого масштаба в первый раз. Будем надеяться, что в последний. Максим Козлов, Алексей Руднев, Сергей Ларин. Видное ТВ.